Участники заседания региональной антинаркотической комиссии проанализировали эффективность проводимых профилактических мероприятий. Сначала Николай Долуда привел статистику. Количество наркопотребителей в крае на 1 сентября текущего года составляет 10 887 человек. Из них на профилактическом учете в краевом наркодиспансере состоит 5 985 человек, на диспансерном учете 4 902 человека. Общее количество наркопотребителей с начала года снизилось более чем на 2000 человек. В Анапе под наблюдением в наркологическом отделении состоят 334 человека как потребители наркотиков. В расчете на 100 тысяч населения этот показатель ниже среднекраевого. В тесном взаимодействии работают все службы и цель одна – не допустить негативной динамики. Эту работу необходимо продолжить и продолжать. Сергей Алексеевич, я вас прошу, каждую неделю в пятницу мне будете докладывать, что сделано, на каком этапе мы находимся, в лучшую или в худшую сторону. В Анапе 23 тысячи школьников и 35 тысяч человек – студенты и работающая молодежь. В профилактической работе в этой среде особое внимание и она дает результат. На территории муниципального образования города Куртунапа у нас, к счастью, не зафиксировано ни одного факта употребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними именно. Лучшая альтернатива пагубным привычкам – это спорт и здоровый образ жизни. В Анапе почти 12 тысяч детей постоянно посещают занятия в спортивных школах. А по количеству детей, участвующих в различных спортивных турнирах, Курорт занимает второе место среди 44 муниципалитетов края. Я сразу скажу, это занятия спортом, занятия физкультурой и те занятия, которые родители считают, что ребенка отвлекут его от пагубных привычек, все, что связано со здоровым образом жизни. Спорт, прежде всего, это здоровье и хорошо формируется характер и сила воли. Сила воли поможет не податься соблазну встать в ряды потребителей запрещенных веществ или преступников. Наказание за хранение и сбыт наркотиков более чем серьезное. Уголовная ответственность у нас наступает с 16-летнего возраста за совершение особо тяжких преступлений с 14-летнего возраста. Хранение наркотических средств – это статья 228 Уголовного кодекса Советской Федерации. Значит, минимальное наказание – это 40 тысяч штрафа за хранение. Максимальное наказание – это 15 лет лишения свободы. Допустим, чтобы гарантированно получить 8 лет лишения свободы, достаточно будет количества синтетических веществ, соразмерных со спичечной головкой. Антинаркотическая комиссия города-курорта продолжит свою работу.